МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В горячую линию инициативная группа жильцов пригласила от отчаяния, говорит Людмила Макомед-Саидова. Три года председатель ТСЖ Евгений Ушмаев не слышит просьбы собственников квартир и не видит их реальных проблем. Они не дают нам сегодня реально подойти к нашим проблемным вопросам. Председатель ТСЖ Евгений Ушмаев считает обвинения со стороны жильцов надуманными. Говорит, что о проблемах многоэтажки знает, только вот решить их в одночасье не получится. Все обращается, все делается. Написали письма в нашу комиссию, потом написали мы в нашу департамент, стоим на очереди. 14 лет. Я не могу сюда перевезти к мою маме. Строительство дома номер 10 на Дмитриевской дамбе началось еще в 2005 году. Затем работы остановились и возобновились только благодаря финансовой поддержке из краевого и городского бюджетов. В 2009 году образовалась ТСЖ и взяло на себя функции застройщика. В 2018 году долгострой наконец был сдан в эксплуатацию. Было выделено более 13 миллионов рублей бюджетных денег, помимо земельных участков компенсационных. Мы очень благодарны краю, очень благодарны администрации города, которая действительно пошла навстречу. Но с 2016 года эти бюджетные денежные средства были использованы, ну назовем пока так, предположительно неизвестно для каких целей. Правление ТСЖ и сам председатель Евгений Ушмаев не предоставляют собственникам отчеты по тратам и расходам, утверждают жильцы. Бюджетные денежные средства, которые были выделены на дом, использовались без отчета. Перед собственниками дома никто никогда не отчитывался. Юрий Любин рассказывает, что его мать инвалид-колясочник. Женщина ждала свою квартиру долгих 14 лет, но даже после сдачи дома в эксплуатацию попасть в нее не может. Подъезды для маломобильных граждан не приспособлены. Дмитрий Фарало живет в этом доме уже год. Его семья тоже нуждается в пандусе. Посмотрите на эти ступеньки. Как бы этим ступеньком моя супруга может с маленьким ребенком подниматься. Сейчас я жду второго маленького ребенка. Как она будет втроем с коляской здесь подниматься? Жильцы ведут горячую линию на экскурсию. Двери подъезда открыты настиж, на посту охраны никого. Поэтому лестничные клетки давно облюбовали местные бомжи. Днем их здесь нет. Остаются лишь следы жизнедеятельности. Здесь у этих лиц без определенного места жительства санитарная зона. Я живу немного выше. Там они позволяют себе ночевать. Об уборщице в этом доме никто не слышал. На входе висит объявление о вакансии. Но желающих убирать фекалии бомжей, видимо, нет. Хотя оплату жильцов за наведение чистоты ТСЖ требует. Я вот, например, сейчас пытаюсь поднять вопрос, не платить, а спросить, за что я должна платить, из чего складывается тариф. Потому что я не вижу договора с ТСЖ, с коммуникацией, с службой коммуникации. Я не вижу разметки тарифов, сетки тарифов. За что? Что входит в это так называемое содержание? В 13-ти этажке два лифта, но работает только один. И в тот страшно заходить. Плесень, трещины и потеки по всему дому. Это все по санэпидемиологическим стандартам, в принципе, недопустимо. Тоже касается здесь. Поднимите, пожалуйста, камеру, чтобы было видно. Это не только сверху, но это и во внутренних помещениях. Крыши здесь просто нет. Она держится на стеклопакетах и вот этой вот рамочке. Про какую-то безопасность или еще что-то. Обратите внимание, что отсутствует отливы. То есть это все стекает по дому, он будет разрушаться. Вот этот же эркер, но внутри квартиры Юрия. Сквозные щели, в которые спокойно проходит рука и трещина на полу. Стены должны быть по договору, а штукатурены. Здесь должна быть электропроводка. Они из разных материалов сделаны. Это бог с ним. Они на разных уровнях, гораздо более превышающие нормативы. В общем, я штукатурку у себя делал. 6 сантиметров слоя штукатурки. Я штукатурку 600 тысяч подратил, чтобы штукатурить эти стены. Вот такой слоя. Самое жуткое. То, что в принципе невозможно исправить без того, что надо вносить конструктивные изменения по откосам и отливам вышестоящих. Так у вас коррозия пошла. Это не коррозия. Это гниль. Это уже даже не плесень. Ну, оно же разваливается. Так точно. Это пока сейчас тепло. А тут текла вода, что ли? Конечно. И она есть без стекла. А это балкон. Просто посмотрите это видео. Без комментариев. На 4,5 места у меня нарушений. Вот они, где должны быть откосы и отливы. А их нет. И поэтому у вас тут озеро. Будем читать, как той песни. Озеро надежды. При всех проблемах Юрий полон оптимизма. Сейчас он судится с нынешним застройщиком. Согласно документам, это ТСЖ Дмитриевская дамба. Предыдущий застройщик, закрытое акционерное общество СКФ, обанкротился и был ликвидирован. Администрация города, края выделяла деньги. Как их израсходовали и кто принимал эти работы, мы не можем документально добиться. Потому что мы не можем предъявить кому-то претензии. Ушмаев говорит, я не застройщик. Поэтому претензии к другим. ЮРСК отвечает, застройщиком является и заказчиком работы. Господин Ушмаев и предыдущие руководители ТСЖ. Получается замкнутый круг. Собственники квартир, которые пригласили горячую линию, считают, что управление ТСЖ просто-напросто не справляется со своей работой. У жильцов есть подозрение, что деньги тратятся вовсе не на общедомовые нужды. Вот, например, вопрос о пожарной безопасности был решен не ТСЖ, а силами жильцов. До вчерашнего дня здесь ничего не было. Спасибо пожарным. Есть такой подполковник Смирнов. Д.Э. Вот ему отдельное спасибо, потому что у нас теперь не будет зимней мишни. Вы нас не слышите. Вы не слышите собственников, которые сидят там. Вы не пускаете туда, чтобы там. Инициативная группа жильцов ведет горячую линию на собрание ТСЖ. Люди надеются, что в присутствии телевидения председатель будет разговорчивее или хотя бы позволит ознакомиться с документами. Необходимо вообще деньги платить за то, чтобы провозди. У вас все вопросы начались с деньгами. Да, да, да. А куда эти люди развиваются и какая у нас есть проблема? Наш дом наглядно показывает, что ничего не меняется. Вы очень мало здесь живете. Очень много здесь. Если бы вы жили с 2005 года, вы взяли квартиру, которая у вас является, ну, как говорится, не очень хорошей. У нас просто было дом до вострой, строились 20 человек. Вы знаете, когда показывают инвалидов, просят, помогите инвалиду, у него там того нету, другого нету. Так и у нас. Все обращается, все делается. Написали письма в нашу комиссию, потом написали мы в нашу департамент, что писали. Стоим на очереди. Сказали, что у нас денег мало. Я прошу вас, давайте мы... Да нет, не перебать вас у меня. Поэтому будет все, будет все, ну, вовремя. Вы создали проблему для нас. Так, все. А вам для нас вообще вы создали проблему. Единственное, с того года. Решаялась, я прошу вас, я прошу вас. Да вы ничего не сделали за три года. Да вы говорите своим шагом, а я говорю о том, что у нас необходимы деньги. Для того, чтобы было работать. Позвольте высказаться, вот людям, которые пришли... Значит, еще раз, не хочу, мне собрание. Все, начало собрание. Все, до свидания. Собрание, тогда председатель, 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 председатель. Председатель, 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 ровно год тому назад, в это же время. То же самое поведение. Мы, инициативная группа, которые внесли предложение РЯК, и вопросы были внесены им. Ни на один вопрос ответ не был получен. Ими же, Николай Павловичем Малым и Ушмаевым, председателем, было сорвано собрание. Пусть, пусть, было сорвано собрание, которое мы уже готовы были переизбрать членов ССЖ в управление, но оставить председателя. На что они отказались? Он не захотел работать с другими, якобы мне, мотивируя лично мне, сказать, что Людмила, вы нам подставляете своих подставных, а я ни с кем работать дальше не хочу. В прошлое годнее майское собрание наши подписи были подложены, якобы мы, под другие документы, якобы мы их заново избирали. Пройти в актовый зал на собрание ни у съемочной группы, ни у активистов инициативной группы не получилось. Записывайте. Собрание ССЖ проводится. Эти люди, не члены ССЖ, вы будете потом... Меня, меня сфотографируйте. Выходите, куда вы, выходите. Вы будете отвечать за это. Эксперт горячей линии Максим Кошелев объясняет, что нужно делать при возникновении конфликтных ситуаций с правлением ССЖ. Если граждане, собственники помещения не могут добиться от ССЖ отчетности о своей деятельности, либо ознакомления с какими-либо документами о деятельности, они вправе, естественно, защищать свои права, в том числе путем обращения в государственный орган. Это в первую очередь жилищная инспекция и прокуратура. Прокуратура вправе проверять соблюдение законов любым лицом, в том числе должностным, в том числе юридическим. ССЖ является юридическим лицом. Если собственники квартир считают, что их права нарушены, следует писать заявление в полицию. Граждане, если считают, что их деньги, например, были использованы не по целевому назначению, вправе обращаться в правоохранительные органы, естественно, с заявлением о проведении проверки на предмет выявления в действиях должностных лиц ССЖ, составов административных правонарушений, либо преступлений, как то хищение, кража, мошенничество и так далее. Разрешить все спорные конфликтные ситуации могут служители Фемиды. В суды можно обращаться с исками о понуждении, например, должностных лиц товарищества предоставить необходимые документы для ознакомления, если в таковых отказывают, либо в понуждении к совершению каких-либо действий. Также Максим Кошелев напомнил об обязанностях и правилах работы ССЖ. Товарищество обязано ввести, в том числе, бухгалтерскую документацию по вопросам расходования средств, которые оно собирает в собственниках жилых помещений. Расходование таких средств осуществляется исключительно в соответствии с утвержденными общим собранием сметами расходов и доходов. При этом общие собрания собственников помещений в макоквартирном доме легитимны только при условии, если на таком собрании присутствует более половины всех собственников помещений. Общее собрание собственников является высшим органом управления в макоквартирном доме. Если собственник помещения утратил свое право собственности, продал квартиру или еще иным образом, то есть перестал быть собственником, он автоматически исключается из товарищества собственников жилья. Если такой гражданин, либо юрлицо, до этого состояло в правлении ТСЖ, например, либо был председателем ТСЖ, то автоматически он утрачивает и такую должность. Еще собственники квартир могут избрать на собрании ревизора, которому доверяют. Должна быть ревизионная комиссия, либо ревизор. Он также выбирается на общем собрании. Этот ревизор обязан проводить проверку деятельности товарищества как раз по поводу расходования денежных средств. Эти отчеты должны быть общедоступными для всех граждан. Отчеты о таких ревизиях. Проблема. Конфликт между собственниками помещения в многоквартирном жилом доме и правлением ТСЖ из-за отсутствия отчетности. Решение. Обратиться в жилищную инспекцию Краснодарского края. Обратиться в прокуратуру. Обратиться в полицию. Обратиться в суд. Юрий Любин рассказал, что если понадобится, дойдет и до Верховного суда. А наш эксперт Максим Кошелев рекомендует героям программы избрать ревизора и проверить рабочую документацию ТСЖ Дмитриевская дамба. Если вам нужна помощь и вы потеряли веру справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия». Продолжение следует...